Перейдем к более простым задачам, но просто не про графы, чтобы нам линейность, чтобы линейность нам везде была понятна. А то мы так ввремся в графы и будем думать, что линейность работает только на графах. Графы это круто, графы я очень люблю, они там дожточком на меня все время сыплются, и радость мою создают, и вам тоже. Но помимо графов есть какие-то простые ситуации. Вот давайте совсем назад, совсем в простую вещь вернемся. Такая задача, вот есть игральная кость, симметричная. Забыли уже, да? Все, монеты какие-то бросаем, а у нас есть еще игральная кость симметричная. Вот давайте бросать эту кость N раз. N раз бросаем игральную кость. Давайте я это дедушу. N раз бросаем симметричную игральную кость. Так что-то будет, наверное, классическую собираемость в гимназе? Ну да, это фактически даже не схемы испытаний вернули, но какая-то казалась бы разница. Матожидание определено всегда, на любом пространстве элементарных исходов. Давайте возьмем в качестве случайной величины, но просто суммарное число очков. Суммарное число очков. Спрашивается, чего равно математическое афидание X? N раз бросили игральную кость. Независимо, конечно, бросали. То есть это в каком-то смысле схемы вернули даже. Ну, неважно. Как монетку бросали, только кость. Но при этом кость симметричная, поэтому там неинтересная схема вернуть. Не важно, как их назвать. Важно, что вот мы бросали ее N раз. Результат бросания никак не зависит от всех остальных. И вот посчитали сумму очков. Как найти математическое ожидание X? Чему она равняется? X это, конечно, число, как всегда. Это случайная величина, это функция. Ну, как мы ее считаем? Мы бросили игральную кость, посмотрели, сколько очков получилось. Бросили еще раз, посмотрели, прибавили. Бросили еще раз. И так N раз. Вот в сумме получится, конечно, число. Элементарный исход – это просто последовательность. Но, согласитесь, в каком-то смысле схема? Так мы же, правда. Что такое элементарный исход здесь? Давайте это осознаем. Мы N раз бросали кость. В каждом испытании кость могла выпасть любой из шести сторон кверху. То есть мы в каждом испытании записываем какое-то число от единицы до шести. И в итоге получаем N таких чисел. То есть это такое обобщение схемы вернули. У нас получается последовательность уже не из нулей единиц, а из чисел от единицы до шести. Но, казалось бы, в общем-то, разница невелика. Ну, да, более сложная последовательность получается. Но сейчас нас по-прежнему интересует суммарное количество очков. Суммарное, суммарное. Вот это слово «сумма» должно вам помочь. Ведь математические ожидания линейны, а тут сумма. Вот эта задача, она полностью аналогична задачи про число успехов в системе Перноль. Полностью аналогична. Одна шестая умноженная на N? Нет, не одна шестая умноженная на N. Одна шестая умноженная на N и умноженная еще на что-то. На самом деле. Пока не скажу, что. А, ну, вероятность того, что у нас... Нет, нет, вероятность – это наша сталь-то, правильно. Ну, давайте аккуратно. Я все-таки вот в этом месте попробую аккуратно сказать еще раз, чтобы не торопиться. Элементарный исход в такой схеме бросаемый – это тоже последовательность, как и в схеме Бернолье. Х1, Х2 и так далее, Хn. Но на сей раз каждая Х и Т – это число от 1 до 6. В отличие от схемы Бернолье, когда каждая Х и Т было числом из множества 0,1. В схеме Бернолье это была просто последовательность из нулей единиц. А здесь это последовательность из каких-то цифр, каждая из которых – это либо единица, либо двойка, и так далее, либо шестерка. Правильно? Да. Но вот если забыть про то, что здесь единица шестерка, а вспомнить обратно ту задачу, в которой было 0,1. Мы ведь считали число успехов, и это была сумма х, правда? Тогда число успехов – это была сумма х. Но ведь и сейчас нас интересует сумма х. Что изменилось? То есть МХ – это МС первая больше. Да, да, да. Я пытаюсь это сказать. Ну, я утверждаю, что та величина, которую мы ищем, как среднее значение, которое мы ищем, это просто сумма вот этих чиселок х1 и так далее и цен, разве я? Да. Ну, давайте воспользуемся мат-ожиданием и найдем просто, ой, линейностью, извините, мат-ожидание и найдем математическое ожидание каждой из таких икситов. Ведь иксит – это тоже случайная величина? Да. Что там, в этом бросании произошло? Да. Какие значения х и т принимают? Ну, вот и шести, я не равно. А вероятности какие? Одна шестая. Одна шестая, это не аль. Ну, значит, чему равняется мат-ожидание х и т? Одна шестая. Ну, Слогайма в каждой из которых равно одной шестой. Одной шестой. Это умножить на вероятность того, что иксит равняется двойке, плюс и так далее, плюс шесть на вероятность того, что иксит равняется шестинке. А, ну, значит, нужно одну шестую умножить на один. На двадцать один. Вот, я правильно и говорил, да. То есть, вот это получается двадцать одна шестая. И только после этого мы пользуемся линейностью, в результате чего, конечно, получаем, что мат-ожидание х, это есть двадцать одна шестая умножить на n. Ну, семь вторых. Три с половиной n. Вот это математическое ожидание. Понятен сейчас принцип? Да. Вот, видите, то есть бывают самые разные ситуации, когда можно воспользоваться линейностью.